Патент на изобретение лампы обратной волны или негучей волны, ну своеобразной, 56-го года или 2000-ом даже. Коллеги, я поставил на запись, прошу говорить вот сюда, микрофон будет в телефоне, я был вынужден отключить микрофон камеры, но камера работает, в принципе. Значит, уважаемые коллеги, у нас по идее микрофон и телефон и динамик работает, так что, пожалуйста, можно говорить, мы вас будем слышать. У нас ровно 3 часа, так что давайте мы начинаем, запись должно писаться. Леонид Атонович, я возьму на себя права управления семинаром, хорошо? Конечно, конечно, я хотел уточнить, меня слышно? Ну, будем считать, что хорошо. Да. Песлава Николаевна, прошу, я думаю, что лучше сидеть здесь, так будет проще рассказывать. Да, да. Я надеюсь, будет лучше слышно. А я, я хочу услышать, что у вас хорошо. И управлять презентацией. Да, добрый день, уважаемая публика, кого я вижу и кто находится по ту сторону экрана. Меня зовут Светлана Николаевна Сыт, приехала из Минска. Работаю, на самом деле, я всю жизнь. У меня единственное рабочее место – это Институт ядерных проблем Белгосуниверситета. Математики БГУ Белгосуниверситета в 90-1997 году защитила кандидат по специальности 05-13-18, где начиналось, фактически было начало программ по моделированию объемных лазеров на свободных электронах. С 2000 по 2016 год я была ученым-секретарем института. После этого стала заведующей лабораторией аналитических исследований нашего института. Моя лаборатория занимается двумя основными магистральными в настоящий момент направлениями. Первое – это информационная разработка информационных систем на свободного программного обеспечения. Небольшая часть этих работ вошла в мою диссертацию в пятую главу в качестве вспомогательного материала. Мы разрабатываем, мы занимаемся созданием, собственно говоря, мы создали и успешно внедрили в нашем ГОСАТОМ-надзоре. ГОСАТОМ-надзор – это национальный в области ядерной радиационной безопасности. Мы с 2016 по 2020 год провели работы по созданию и внедрению интеллектуальной информационной системы сотрудников ГОСАТОМ-надзора обеспечения ядерной радиационной безопасности. Система стоит, работает. Мы сделали модуль по учету ядерных материалов. Есть отчеты всех Беларуси перед ГОСАТОМ-надзором по ядерным материалам и тут с помощью нашей системы. И, собственно говоря, это одно направление. А второе направление – это разработка новых методов контроля качества алкогольной продукции. То есть не удивляйтесь, да, это область аналитической химии, аналитической химии, а также пищевая промышленность, потому что алкогольная продукция – это является пищевым продуктом питания. И на этой, вот по этой части, в этой части достаточно давно сотрудничаем с РУДН, с Центром коллективного пользования. Там вот наш коллега Колеснов, у вас здесь Колеснов Александр Юрьевич работает. И в 2021 году было заключено между РУДН и нашим институтом соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской и институтной деятельности. Это 2021 год. Договор за подписью вашего первого проректора по науке и нашего директора. И он касается вот именно сотрудничества в области контроля качества новых методов контроля качества алкогольной продукции. Возможно, может быть, можно это соглашение, если пойдет у нас удачное сотрудничество в области матмоделирования, то каким-нибудь образом продлить, развить это соглашение дальше. Теперь я представляю докторскую диссертацию. Я думала сначала, что взять презентацию научного семинара, но потом я фактически оставила презентацию мою, которую я уже несколько раз докладывала на семинарах по рассматрению докторской диссертации. Несколько слайдов добавлено. Вот поэтому я не уложусь в требуемые 30 минут, но тем не менее в 40-45 я надеюсь, что уложусь. Итак, моя работа называется «Моделирование нелинейной динамики электромагнитного излучения с пучками заряженных частиц в неодномерных пространственных периодических структурах». Специальность 05-13-18 «Матмоделирование, численные методы и комплексы программ». Научный консультант, доктор физмат-наук, профессор Владимир Григорий Барышевский, первый директор нашего института и многолетний директор до 2013 года. Он был директором. И сейчас главный научный сотрудник и очень активно работает. Актуальность диссертации обусловлено тем, что хорошо известно, что линейный режим генерации излучения пучками заряженных частиц при прохождении различных пространственно-периодических средств изучен хорошо, но он быстро сменяется нелинейной стадии. Отписывается с помощью математических моделей. Это система многомерных нелинейных дифференциальных уравнений или интегритоза дифференциальных уравнений в частных производных. И таким образом аналитически решить, и система не представляется возможным. И мы пользуемся методами математического моделирования. С другой стороны, экспериментальное исследование тех приборов, устройств, физических явлений, которые рассматриваются в диссертации, и не только их. Хорошо известно, что такие экспериментальные исследования трудоемкие и дорогостоящие. И для проведения, для проведения, обеспечения подготовки, проведения экспериментальных исследований, обработки результатов экспериментов, уточнения особенностей наблюдаемых явлений, необходимо использовать метод математического моделирования. Чем мы и занимаемся. На этом слайде сформулированы две основные цели исследования. Первое, самое главное, это разработка с использованием методов математического инструментария для изучения процесса магнитного извлечения бучками заряженных частиц при движении в различных мерномерных пространствах периодических структур. Это необходимо для выбора оптимальных параметров работы и повышения эффективности усилителей, моделируемых усилителей и генераторов в широком диапазоне, от миллиметрового до рентгеновского, для различных приложений в науке технической коммерческой разработки. И вторая, вспомогательная цель, это создание информационной платформы для сохранения популяризации ядерных знаний, в том числе полученных в рамках диссертационной работы. И основные рассматриваемые в диссертации базовые электронные усилители генераторы электромагнитного излучения это объемные лазеры на свободных электронах, сокращенно ОСС. Для достижения сформулирования были решены следующие шесть задач. Первая, это построение математических моделей процессов генерации излучения заряженных частиц в условиях ООСС. Второе, это... А вам звонят на телефон. Второе, разработка эффективных разнообразных схем для решения нелинейных систем уравнений. Описывается... ...с линейной-нелинейной стадии функционирования исследований как динамического хаотического объекта. И последнее, это разработка информационной системы для сохранения и передачи популяризации научных знаний, в том числе научных работ по созданию ООСС. Исследования в диссертации находятся на... ...наук, прикладная математика, ядерная физика, электродинамика, информатика. Научная новизна. Все результаты, полученные в диссертации, являются новыми и важными для развития и совершенствования работы ООСС. Всестороннее математическое моделирование нелинейной стадии работы ООСС проведено в таком объеме, как в диссертации, проведено впервые. В обведении следует упомянуть большой широкий спектр электронных усилителей и генераторов, которые начали активно развиваться с середины примерно 20 века. Это лампы бегущей волны, лампы обратной волны. Здесь изображены лазерами свободных электронов. Основной принцип работы таких электронных приборов заключается в генерации электромагнитного излучения электронными, сбруппированными в банче, взаимодействующими в резонаторе или, другими словами, в замедляющей системе, замедленными электронными волнами. В качестве иллюстрации это европейский Эксфил, это очень передовая установка, находящаяся в Германии, в ДЭЗе, в России. Совершенно чудесно функционирует на генерских лазерных свободных электронов с 2003 года. Также мазеры на свободных электронах – это устройства, работающие в микроволновом высвече диапазоне. Поэтому мазер, буква М, идет отсюда. Я уже говорила, что это все очень активно развивается с середины 20 века. Все эти приборы, линейные процессы генерации электромагнитного излучения, они работают в широком диапазоне от микроволнового до рентгеновского. Их производительность и надежность используется использованием сложных электромагнитных структур, в настоящее время на основе новых материалов, передовых технологий и так далее. Ну и также следует упомянуть широкое применение этих приборов как в коммерции, в военных, в науке, в медицине. И все это требует их надежной обеспечения, надежной работы при высокой мощности, эффективности и низкой стоимости. Основные уравнения, которые используются для описания, изучения указанных приборов, ламп бегущей волны, ламп обратной волны. Это вот, собственно говоря, вот они здесь записаны. Здесь F — это амплицательные волны. В системе ИТЭТА — это фаза пучка электронов, где проведено усреднение по моменту влета. Если в системе несколько волн, то она, собственно говоря, выглядит чуть-чуть более усложненно по сравнению с вот этой вот первой системой. На самом деле, эта система, это известная статья 1978 года «Кинсбург-Кузнецов-Федосеево». А вот это уже более сложная система, более современная — это мазерный свободных электронов. «Кинсбург» и «Сахар». Вот так это все выглядит. Помимо одного пучка рассматриваются много пучковые электронные приборы, самые разнообразные конфигурации. И все эти приборы демонстрируют хаотическую динамику. То есть они демонстрируют возможность перехода в состояние с детерминированным поведением, с одной стороны, но и с другой стороны хаотическим поведением. И вот в этих устройствах происходит из-за запаздывающего характера распределенной обратной связи. Ну вот здесь вот хаос. В ЛС, какие-то ссылки, картинки приведены. В 1984 году в этой работе Барышевского-Феранчиков был сформулирован новый закон неустойчивости электронного пучка, движущегося в пространстве периодической круги, в условиях динамической дифрагности. Здесь этот закон записан, в частности, по отношению к пороговому току, пороговому току, при достижении которого система начинается генерация излучения, G-START. То есть, вот этот закон сформулирован вот таким образом. В зависимости от С, число дополнительных волн, возникающих в системе, вследствие это самое главное. Для всех остальных систем, в которых не используется, не учитывается динамическая дифрагция, мы в знаменателе имеем просто третью степень. И отсюда очень что при фиксированной L это длина нитрисонатора, длина области взаимодействия, при фиксированной длине L требуется существенно более низкий ток для преодоления генерации. Либо в обратную сторону при фиксированном стартовом тузе пучка возможно существенно существенная менютиоризация упорочения длины системы. И на вот этого закона Барышевским был предложен концепт объемного лазерно-свободных электронов. Это электронное устройство, в котором в условиях динамической дифракции это самое главное динамической дифракции происходит генерация электромагнитного излучения реалистическими заряженными частицами в среде существенно неодномерной или трехмерной пространственной периодической системы. И основные принципы Олсы, которые для всех частотных диапазонов, которые должны одновременно выполняться, это условия дифракции и условия синхронизма одно электронного пучка электронов с одной сильной вот этих вот волн, находящихся в условиях дифракции. И в чем принципиально отличие Олсы от других близких родственников ЛОКОЛ, БВ, лазерно-свободных электронов, близкие родственники такого рода приборов. И это объемная, существенно неодномерная многоволновая распределенная обратная связь в условиях дифракции. То есть в большую часть всех других является здесь распределенная обратная связь одномерная, то есть векторы, волновые векторы проходящие или там прямой обратной волны и частиц, вектор скорости частиц располагается вдоль одной прямой, а волосы все векторы располагаются под углами друг относительно друга. И таким образом обеспечиваем существенно неодномерное внутривно распределенная обратная связь. Вот здесь приведены различные геометрии динамической дифракции в случае двух волн. Известна геометрия Брега. Мы имеем проходящую волну и дифрагированная волна, которая выходит через заднюю стенку мишени Тау, это вектор обратной решетки. Геометрия Лауа, обе волны идут вперед. В принципе, динамичная дифракция справедлива во всех диапазонах от рентгеновского до терагерцова. Можно нарисовать картинки трехволновой дифракции, четырехволновой, восьмиволновой дифракции и так далее. Можно рассматривать много пучковые варианты Олсы. и в первой главе диссертации сформулированы математические модели процесса генерации электромагнитного излучения пучками заряженных частиц. Итак, мы имеем резонатор, в котором выполняются условия декорации. Снаружи может падать внешняя электромагнитная волна, либо она может не падать. И если мы имеем электромагнитный ток, который проходит через наш резонатор и находится в синхронизме, например, с пропадающей волной, то происходит при преодолении пороговых условий происходит лево если снаружи падает электромагнитная волна, либо генерация электромагнитного излучения в системе. Важно отметить, что в такой конфигурации рассматривается широкий поперечный сечений широкий поперечный сетронный пучок. Это позволяет увеличить область взаимодействия и снизить нагрузку на все элементы резонатора. Таким образом, я говорю, что широкий поперечный сетронный пучок от ленточных или трубчатых пучков которые используются в других усилителях и генераторах. Какие математические модели были рассмотрены в действительности? Здесь на самом деле два принципиально разных варианта Олса. Первый Олс это Олса с объемным резонатором. Была построена модель многоволнового многоволнового кучкового Олса с объемным резонтором и перечным сечением кучком. В частности, были рассмотрены двухволновые и трехволновые случаи без учета дисперсии с учетом дисперсии в геометрии Лауэ, в геометрии Брэга с одним кучком с двумя кучками зеркал с учетом дисперсии в трехволновом Да, Александр Витальевич, у меня семинар, правда, но если коротко мы поговорим, потом я вам перезвоню. Трехволновые возможно геометрии Брэглау Лау-Лау и другая принципиально принципиально другой вариант Олсы это поверхностные Олсы с дефекционными решетками. Здесь уже используются ленточные кучок и были в частности промоделированы случаи Хорошо Восновь 16, да, конечно. В институте ядерных проблем 2000 была получена первая генерация в микрофон коллегии я наладил микрофон и динамик здесь пучок электронов двигался между промежутки между двумя решетками в микрофон с 2004 с 2004 года можно безусловно чтобы подписать придется приехать да ваш реком ощущение вас очень хорошо слышно спасибо спасибо с 2004 года стали использоваться сеточные резонаторы а потом стали круглые резонаторы где внутри натянута система металлических нитей, либо металлических пульсов. Извлечение в условиях пульса прямо пропадает расстояние между плоскостями в резонаторах. Между плоскостями, если мы имеем вот такого рода резонатор, и здесь расстояние между нитями в период будет порядка сантиметра, то мы соответствуем диапазон гигагерц, миллиметровый диапазон, в зависимости от расстояния. В естественных кристаллах, где расстояние между кристаллическими плоскостями порядка ангстрема, мы будем иметь зону излучения рентгеновской. Порядка ангстрема, то есть длина волны прямо пропорциональна расстоянию между кристаллическими плоскостями. И все вот эти вот случаи на самом деле сводятся, вот это случай, это пересчетом просто параметров хино и хитал, но в случае сводятся общие вот эти вот схемки, которые я уже показывала. И следует отметить, что в настоящее время в рентгеновском диапазоне для случая естественных кристаллов уже достигнуты необходимые значения пучков для начала генерации рентгеновского излучения. Вот это архив 24-го года, статья Брышевского. Итак, исходное уравнение. В общем случае здесь написано N-волновое приближение. Вектор электрической индукции в случае, но здесь выписан случай для двух сильных волн. Здесь вектор обратной решетки. Хино и хитал – это разложение диэлектрической проницаемости среды в ряд по векторам обратной решетки. И в общем случае уравнение движения записано. Системы уравнение пучка электронов могут быть рассмотрены относительно базы частиц пучка либо в виде функции, смоделированной в виде функции распределения. Это основная система, описывающая... ...система, описывающая... ...случай двухволнового ОЛСа здесь без учета дисперсии. Опубликовано вот это... ...на эту статью достаточно много ссылок. В ЖВМ 2005 год. Здесь... ...это амплитуды проходящей и дефрагированной волны в системе. Целая куча системных разных параметров. И вот видна нелинейность, связь между электронным пучком и полем внутри... ...электромагнитным полем внутри системы. И вот уравнение для описывающие, собственно говоря, сам электронный пучок. Вот здесь вот выписаны. И давайте сравним с той самой системой для ламп обратной волны, о которой я говорила вначале. Наша... ...видно, что наша правая часть и уравнение для... ...фаз существенно более сложные, чем вот эта вот система. Но благодаря именно такому, ну, более сложному учету, более точному рассматриванию фазы пучка электронов, нам удалось промоделировать... И обращаю внимание, здесь всего одна пространственная координата Z. Здесь есть время и Z, да. Но нам удалось промоделировать неодномерные, вот широкий пучок. И это самая неодномерная, но вот дифракция. То есть понятно, что там... Вот это наша самая главная, самая хорошая система. Граничные условия здесь на этом слайде записаны в геометрии Брыга, геометрии Лауа. Рассматривался случай с установленными внешними зеркалами. Это позволяет еще дополнительно обеспечить еще одну степень обратной распределенной связи. И особенно в случае геометрии Лауа, то есть получить генерацию геометрии Лауа, когда обе волны движутся вперед. На данном слайде приведена система для двух пучков ООО с объемным резонатором. Поскольку у нас широкие, с одной стороны, и широкий побережье. И неодномерная распределенная обратная связь, которая захватывает всю область резонатора, то нам ничто не мешает запустить второй пучок в систему, которая будет находиться в синхронизме с дефрагированной волной. Ну вот, например, и здесь выписана вот такая вот система. И была получена в общенном обществе в общем случае N электромагнитных волн, много секционных, много секций в резонаторе, и в общем случае M электронных пучков. Вот она вот таким образом. Здесь я обращаю внимание, вот тут вот матрица А, она не единичная, а имеет коэффициенты А1, 1, 1, 2 и так далее. Вот эти вот коэффициенты А описывают дисперсию в системе. Могут быть в общенном вот такого вида системы, либо переобозначить и вынести все члены, описывающие дисперсию в системе, в матрицу А. Ну и вот тут в общем случае для M пучков. Вот так вот выглядит первая обобщенная модель объемного ОЛСа. Другая принципиальная модель, я о ней уже немножко говорила, это поверхностные ОЛСа с объемными дифракционными решетками. Здесь ленточный пучок движется либо, ну может быть, над поверхностью одной дифракционной решетки, либо в щели, либо в общем случае можно рассматривать вот бутерброд. Вот это из электронных пучков и объемных дифракционных решеток. Здесь дифракция происходит вот именно электромагнитных волн в этих дифракционных решетках, а пучок, тонкий ленточный пучок, вот в этой области работают так называемые поверхностные электромагнитные волны, которые имеют вектор, вот эти вот К плюс, там К минус, они имеют, они являются комплексными, то есть там есть и действительная, и мнимая часть. И вот эта мнимая часть обеспечивает то, что пучок как бы вот области очень оказывается небольшой, то есть можно, конечно, пустить широкий в поперечном сечении пучок, но из-за комплексности, из-за наличия мнимой компонента в волновом векторе, и область взаимодействия очень небольшая рассматривается. Вот, ну и здесь выписана система для вот случая изображенного сверху на картинке и обобщенная система для случая многих пучков и дефракционных решеток. И положение азеново на темы на защиту, обобщенные математические модели, описывающие нелинейную стадию работы различных типов объемных лазерных на свободных электронах во всех спектральных диапазонах и позволяющие моделировать методами сложную трехмерную динамику электронного пучка и электромагнитных волн в Олсе. И обращаю внимание, что вот в поверхностном Олсе здесь две координаты Z и X, то есть здесь мы уже имеем две пространственные координаты, вдоль и продольную, и поперечную мы рассматриваем. Ну и публикация, относящаяся к данному положению. Глава 2 посвящена предложенным разностным схемам и разработанным улучшением для математического моделирования, построенным в первой главе системы. Рассмотрим модельное уравнение, где коэффициент А является комплексным. Вот это тот самый случай. Здесь фактически в качестве коэффициента К это выступает Z-овая компонента волнового вектора, и вот она является комплексной. Это случай поверхностного Олсе. Посмотрено в диссертации несколько разных, ну, общепринятых схем первого порядка, которые могут быть использованы для решения такого вот типа уравнений. И вот неявная схема первого порядка оказалась при устойчивости, ее можно использовать для решения такого рода уравнений. Теперь, если мы рассмотрим модельное уравнение с правой частью, здесь мы видим, то есть вот коэффициент А тот самый комплексный, B, действительно, пространственные переменные, то разностная схема многокомпонентного метода переменных направлений выглядит вот таким вот образом. Я поясню, в конце 80-х, в начале 90-х, Вячеслав Николаевич, руководитель математики, доктор-профессор, я, к сожалению, уже 10 лет, 20 лет, он предложил идеи многокомпонентных методов переменных направлений, там рассматривались эллиптические уравнения, типа параболические различные системы. Я в своей кандидатской диссертации рассмотрела, вот многокомпонентные, вот предложила разностную схему для случая гиперболического числа, гиперболической системы. Здесь одной разностной функции Y, как если бы мы просто рассматривали, выписывали какую-то более-менее стандартную разностную схему, мы видим, что здесь две компоненты, Y1 и Y2, Y1 и Y2, в качестве решения можно брать любую из этих компонент, либо их полусумму. И вот для нашего случая, когда А является интересным, была доказана теорема про устойчивость разностной схемы по начальным данным и правой части, и если решение исходной задачи достаточно гладкое, то про ее исходимую оценку. Значит, вот чем хороша в данном случае эта разностная схема, что она позволяет эффективно проводить распараллеливание, то есть по Z и по X, то есть компоненты по X, также независимы. Таким образом можно сильно сэкономить при наличии необходимых многопроцессорной техники достичь распараллеливания. Также была сейчас предоставлена схема для нашей обобщенной системы. из первой главы получены соответствующие оценки для функций распределения, с помощью которых мы работали. Также была предложена разностная схема многокомпонентного метода для обобщенной системы объемного олза с дисперсией. Я вращала внимание на переписанную выделенную матрицу H компонент, описывающую дисперсию в системе, и было показано, что дисперсия в системе, вообще говоря, учитывать следует в обязательном порядке, не надо ею пренебрегать. Вот такая схема. В общем случае для двух нашей волновой системы без дисперсии и обобщенной системы были предложены такие разностные схемы, более-менее естественные. Здесь уже, поскольку у нас координата Z одна, то, в принципе, также возможно распараллеливание, используя распараллеливание при работе с счетом. Вот. И для реализации предложенных разных схем был разработан комплекс программ VolumeCode. Волк получился. Здесь вот приведен блок схемы. Хорошо, ну в общем, на самом деле, для моделирования больших экспериментальных установок, трехмерного моделирования, конечно, очень широко используются универсальные коды, коммерческие коды. Свободных кодов на самом деле не так уж и много. Вот. Коммерческие универсальные коды, например, ЦСТ, Медуза, Карат, вот, российский Карат. Вот. Но использование их всегда подходит для решения поставленных задач, поскольку вот эти вот программы для пользователя представляют собой черный ящик. И пользователь, вообще говоря, не всегда может управлять или там с трудом с параметрами счета, может быть, даже не совсем понимать, какая физика там внутри заложена. И все чаще и чаще используются так называемые хом-коды собственного производства. То есть на самом деле, а мы здесь пошли, что, поскольку у нас системы уравнений, обращая внимание, по Z одна координата, ну, то есть это позволило быстрый код для моделирования нашего опции. Этот наш экспресс-код для экспресс-моделирования прошел всестороннюю верительную дату. В частности, было проведено сравнение численных результатов с аналитическими в небольшом количестве известных решений, аналитических решений. Это стационарное решение стандартной задачи дефракции. И в очень простеньком случае стационарное решение стандартной задачи дефракции с электронным пучком. Там очень много упрощений, но, тем не менее, два аналитических решения сравнивались. Первое позволило моделировать электромагнитных полей в системе, второе – моделирование движения электронных в системе. Также была проведена проверка выполнения основных закономерностей функционирования ОЛСа в широком диапазоне параметров чувствительности, следующее время в начальных условиях и проведено моделирование экспериментальных установок ОЛСа. Получено хорошие результаты. На этом слайде помечены те случаи, которые были исследованы, режим генерации, режим усиления, пороговые условия, хаос, синхронизм нескольких мод, self-amplified stimulated, self-amplified stimulated, так называемый режим – это в случае ЛАО, наличие зеркал, вот двухполновые в геометрии ЛАО, БРЕГ, трехполновые, все три возможные случаи, поверхностные ОЛСа, два пучка в объемной геометрии, в геометрии БРЕГа, экспериментальные установки ОЛСа-10 и ОЛСа-250, и положение 2 выносимы на защиту, разностная схема решения многомерных нелинейных систем интеграции, инферциальных уравнений, моделирование работы различных типов ОЛСа, также для моделирования поверхностных электромагнитных волн и поверхностных плотнонов. Глава 3, там представлено большое количество полученных результатов различных типов ОЛСа, здесь приведены в презентации только несколько картинок, в частности выполнение того самого закона функционирования в случае для двухполнового и в трехполновой геометрии, когда 2 мода в синхронизме и 3 мода в синхронизме. Здесь пороговые условия, пороговые условия в зависимости от параметров пучка, из вот этой работы выполнение порогов условий для установки ОЛСа-250, результаты другие моделирования установки ОЛСа-250. ...задачи дифракции, вот мы имеем две волны, прямая дифрагированная, вот, которая записывается вот в таком виде, и вот можно... ...их аналитическое решение, и здесь на самом деле две кривых, нижняя проходящая волна, верхняя дифрагированная модуль амплитуды, и тут наложены синяя и красная кривая, это аналитическое решение и численное решение. Какие были проверены, проверены выполнения физических взаимомерностей ОЛСа, двухполновой геометрии, трехполновой для установок ОЛСа, это пороговые условия были проверены, в самом деле, по отношению к длине резонатора, фактор асимметрии, толщина ниси резонатора, это в случае сеточного резонатора, геометрия дифракции, различные системы параметра, также была проверена ширина режима усиления, очень важное... ...очень важное... ...свойство ОЛСа, это подавление... ...системи, ну и вот стационарное решение известных задач. На этом слайде приведено сравнение одномерной и двухмерной распределенной обратной связи. Вот одномерная связь, это вот тут вот с синеньким, как бы с модернизацией, одномерная связь. И показано, что в случае неодномерной связи можно получить существенно большие величины, амплитуд электромагнитных волн в системе с изменением дифракции. Геометрия дифракции было проведено моделирование поверхностного оптического ОЛСа, также я не привозила результаты по моделированию ОЛСа венгеновском диапазоне. Достоверность полученных результатов обеспечивает использование не принятых в научном мире исходных уравнений, корректностью приближения, адекватности применяемых математических моделей и применением опробированных методов. А ритмы и программы всесторонне протестированы, получено хорошее соответствие с известными и экспериментальными данными. И положение требованной системы на защиту, полученные численно на основе предложенных разных инфекций, программ ОЛС, физические закономерности функционирования ОЛСа, в том числе пороги генерации, подавление паразитных мод в системе, позволяющие моделировать работы экспериментальных установок ОЛСа в будущих экспериментах. Четвертая глава посвящена исследованию хаотической динамики. Это впервые в диссертации. Я впервые стала исследовать ОЛС с точки зрения хаотической динамики. И что приятно, что совершенно я неожиданно нашла в прошлом году ссылки на работы саратовской группы 2019 года, которые стали моделировать ОЛС с помощью программы СССР и получили также показатель хаотической динамической системы. А здесь вот это словно природа взаимодействия. Почему ОЛС является хаотической динамической системой? Потому что мы имеем внутри в области взаимодействия объемно распределенную обратную связь, условия динамической дифракции. И все это приводит к существенно неоднородному распределению интенсивности электромагнитного поля. Ну и соответственно к режимам. В диссертации изучены пространственные времена и фазовые динамики ОЛСа, получены и продемонстрированы различные динамические режимы работы ОЛСа с фазовыми портретами, аттракторами карты. Приведены примеры сложных трансформаций динамических режимов, наличием областей периодичности, хвазе периодичности, хаоса, следовательно чувствительность различных режимов к изменению начальных условий. построены на самом деле 10 пар параметрических карт перехода к хаосу. Ну вот на этом слайде приведены примеры, просто примеры картинки хаотических режимов. Это периодический режим с одной основной частотой, периодический режим с несколькими несоедмеримыми частотами, слабый хаос, когда на самом деле, ну вот в слабом хаосе от одного периода к другому они, собственно говоря, похожи, но тем не менее, внизу виден частокол посторонних паразитных частот. И гиперхаос, это когда аттрактор представлен вот как глубок, в периодическом режиме совершенно четко видна одна частота, а здесь это глубок спутанок нитей. Были предложены способы контроля за динамикой хаоса, в частности, через изменение геометрии объема, то есть геометрии динамической дифракции, можно получить совершенно различные динамические режимы и различные по величине амплитуды. Вот так выглядят параметические карты. Слева это для проходящей волны, справа для дефрагированной волны, по краям приведены, скажите, демонстрации наиболее характерные примеры. Здесь штриховая область находится ниже порога, то есть мы находимся ниже порога плотной стока. Здесь параметрическая карта перехода к хаосу в самой неодномерной геометрии, в зависимости изменения к х и тау х, то есть волнового вектора обратной решетки. В зависимости. Дальше тут периодические режимы. Синенькая, q, зелененькая, квазипериодичность, хаос, там встречается перемежаемость, переходы между высококамплитудными и низкомплитудными режимами. Следует обратить внимание, что параметрическая карта для проходящей волны существенно более пестрая, существенно более хаотичная, чем для дефрагированной волны. В 2012 году я делала доклады, демонстрировала такого рода картинки, и Сергей Петрович Кузнецов, это тот самый Сергей Петрович Кузнецов, который динамический хаос, это вот супер величина в области динамического хаоса, к сожалению, его не видно на этом свете. Он говорит, а почему у вас разные карты? Как-то нехорошо, вы бы скрыли вот это вот, как-нибудь прикрыли вот эту карту для дефрагированной волны, они должны быть и синаковые. Я говорю, нет, я показываю все как есть, а вот эти карты как раз и демонстрируют основной, одно из основных свойств объемных лазеров на свободных электронах подавление паразитных мод в системе. Я это продемонстрирую, то есть вот хорошо известно, что при генерации больших мощностей в сверхразмерных системах, таких как холсы, возникает генерация нежелательных мод, там диструктивная интерференция и так далее. Объемно распределенная обратная связь в условиях динамической дефракции позволяет выделить требуемые моды и максимально как бы подавить нежелательные, то есть не все паразитные частоты из электронного пучка в волне, а тем более уже дефрагированы. Вот давайте посмотрим тут маленький мультик, что происходит. Я остановлю, значит, желтая кривая, желтая кривая – это правая часть, описывающаяся волн. Синяя кривая – это амплитуда проходящей волны, розовая кривая – это амплитуда дефрагированной волны. Видно, что ближе, ну вот начиная где-то с середины, ближе к концу в электронном пучке набирается, да, они плохо передаются в проходящую волну, а уж тем более в дефрагированную, из-за вот наличия динамической дефракции. Вот это явная демонстрация вот этого самого свойства. Это влияние внешних сигналов на характер решения, и было показано, что это один из способов тоже управления хаосом. Был промоделирован случай с двумя пучками, электронный пучок. Было показано, что наличие двух пучков, причем при очень маленьком, даже втором пучке, позволяет существенно снизить пороговые значения для токов в системе. И также является одним из способов, механизмов контроля хаоса в системе. В серии впервые показано, что ОЛС является хаотической динамической системой, основные свойства которой, такие как подавление паразитных мод в системе, вследствие объемно-распределенной обратной связи с динамической дефракцией, возможность через изменение геометрии дефракции и использование в принципе принципиально другой тип решения. И все это важно для выбора будущих экспериментальных исследований, максимальных режимов работы ОЛСа. И последняя глава, это в каком-то смысле она вспомогательная глава к предыдущим, но я не могла пройти мимо. Это огромный, это десятилетний кусок моей работы в лаборатории аналитических исследований. и информационную платформу для популяризации и сохранения научных знаний. В диссертации и вот в моей монографии там написано очень много слов, почему, собственно говоря, нужно распространять полученные научные знания с тем, чтобы они не потерялись, не из бесследно исчезли, не пришлось бы повторно изобретать велосипед и так далее. Нет, я извиняюсь. Алло, алло. Да, 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 все хорошо, спасибо. Я семинар провожу, все хорошо. Светлана, все в порядке? Значит, все началось в 2013 году, когда я совершенно случайно на химфаке БГУ попала на семинар, который проводили инспектором по менеджменту ядерных знаний. И они вот рассказывали, насколько важно и нужно сохранять, распространять ядерные знания. Вот. И они говорили, кто возьмется, вот любая страна, которая строит свою атомную портал ядерных знаний, кто возьмется. И мы сказали, мы возьмемся. Эта работа началась в 2014 году. В 2016 году электронный портал ядерных знаний по адресу Белнет Бесулбай уже был в Белнет. В настоящий момент на самом деле основной адрес это Белнет.бай. Разработана оригинальная система управления контентом учебно-образовательного научно-образовательного портала ЕЛАВСАНС на основе и создан наш портал как основная часть Белорусской системы современных ядерных знаний. Вот. Я здесь разработала курс из пяти лекций посвященных объемных лазеров на свободных электронов. и этот курс лекций размещен на портале на портале также есть здесь отдельный раздел посвященный лазерным свободных электронов. В настоящий момент мы ведем две работы и наш портал в 2025 году разделится на две части. Одна часть это станет портал практических ядерных знаний коды гидроэнергии. Напоминаю наш национальный ядерный регулятор и там будут ну как бы тематика ядерно-радиационная безопасность. А другая часть останется коды гидроэнергии и сердца образования и здесь будут размещены размещаться новости курсы лекции специально разработанные архив создается научный архив на базе нашего портала. Мы планируем через некоторое время площадки когда портал переедет также комплекс программ Волк для возможного предрасчета предрасчета параметров и положения опять выносимой на защиту принципы функционирования контента научно-образовательных порталов и LabScience с использованием семантических технологий в рамках фреймворка и LabScience на основе свободного программного обеспечения и созданная на ее основе научно-образовательный портал ядерных знаний Билнет для популяризации и сохранения ядерных знаний основная часть системы современных ядерных знаний вот это публикации по этой теме выводы и новизна все формулированные в начале работы задачи были разработаны обобщенной системой уравнений и разностной схемы для моделирования различных геометрий ООС разработан комплекс программ Волк для экспресс-моделирования ООС подтверждена достоверно численных результатов проведенная все формулированы теоретически полученные теоретическими методами и на экспериментальных установках физические закономерности ООС получены пороги генерации для института ядерных проблем БГУ показано что для эффективной генерации существует оптимальный набор параметров системы впервые показано что ООС является динамической фактической системой и исследованы ее свойства создан портал ядерных знаний БИЛНЕТ современных ядерных знаний всестороннее математическое моделирование нелинейной стадиол проведено впервые рекомендации по практическому использованию для разработки мощных источников электромагнитного звучения разных частот инфекции техники для матмоделирования различных электронных генераторов усилителей в том числе с поверхностными электромагнитными волнами для математического моделирования и обработки результатов будущих экспериментов по ООС в рамках сейчас лап ГОИ Идут переговоры то есть она вот как раз про процесс становления этой коллаборации и там планируются эксперименты по ООС и последнее для развития вузов посредством размещения материалов на портале одержан знаний Белнет в настоящий момент на портале Белнет порядка пяти тысяч записей каждый день по нескольку новостей интересных выкладываются и мне говорят в госотом надзоре мы ждем ваши новости еще ну как бы саккумулируют все спасибо за внимание я не сильно торопилась я в 30 минут укладывалась на наших семинарах но сейчас я попробую некоторые проблемы так коллеги давайте попробуем сначала услышать замечание по ту сторону экрана будут у кого-то соображения а можно вопрос задать Михаил Дмитриевич да а можете пожалуйста переключиться к слайду погромче только если можно а меня слышно вообще алло меня слышно слышно только сторонним присутствующим а в зале не слышно по телефону позвони сейчас секунду Дмитрий Валентинович вас не слышно так сейчас секунду я не понимаю почему алло я воткнул наушники а так слышно Михаил Дмитриевич слышно очень даже хорошо слышно а сейчас слышно стало да можете пожалуйста переключиться по-моему это была глава 2 где разностная схема написана а потом я не слышу какой слайд могу переключиться но связь пропала на слайде разностная схема если мы опять отвалили появится давайте мы перейдем тогда к тем кто здесь Саш прошу только можно поближе глава модели физическая модель то есть все приближения математическая модель то есть формализация алгоритм программа результат оно у Вас даже не позволяет то есть место вашей модели среди прочих то есть какие факторы учитываются у вас нелинейная задача а учитываете ли вы то есть пролетели электроны отклонились сформировали электрическое поле и действует оно на пучок холодный замагниченный не учитывается а тогда почему это значит элементарно рассчитывается в последних приближениях нет у Вас есть поле у Вас есть пучок у нас есть динамическая диссертация у нас широкие в поперечном сечении пучок которые моделируются ну вот вы видели на самом деле функции распределения в виде ну то есть в кандидатской диссертации я моделировала с помощью ну относительно просто плотности пучка но вот эти условия необходимые для функционирования ОЛС оно накладывает все и усложняет все можно сначала рассчитать используя готовое распределение поля расходной параметой рассчитать и это микроэлизация мета последовательность движения почему нельзя подвести вы говорите что у вас поле пучка не действует на него самого то есть нелинейность практически пропадает пучка вы их находите одновременно хотя можно находить последовательность я думаю я думаю что если находить последовательно то фактически это будет огрубление модели да наверное да наверное можно это можно показать понимаете либо вы учитываете самое действие электрического поля созданного пучком как эффект следующего порядка вот электроны склонились затормозились и звучит и на их дальнейшем движении вот этот изменение эффект это у вас реальный путь то есть на одной из тридцать проходов вы выписываете несколько систем равновес вы говорите что они в литературе тогда следующий вопрос какая невеса ваша наша модель существенно была сложная я отметила по сравнению с теми которая используется для у них производится усреднение только по моменту системы мы дополнительно проводим усреднение по поперечной координате из-за этого система для нашего функции цета получать я показывала я только говоря это система введена в диссертанции это важно это существенно это нужно показать возьмите расчет с одним из усреднений сравните расчет с вашим покажите диссертанции что это мой я не увидел ни в презентации ни в сервисе анализа разных факторов которые вы сейчас называете фактор нелинейности например написал по последнему приближению к вам диссертации там очень много посвящено диссертации раздел он промоделирован и показано что диссертацию в системе учитывать следует что там буквально до 10% склад нет здесь значит диссертация это и есть то есть если вы предлагаете новую модель обязательно перечислите новые физические факторы которые вы учили хорошо я просто это надо уточнить ну в смысле подчеркнуть хорошо хорошо я в эту сторону подал покажите дальше вот с другими моделями других авторов это тоже точно так же количество сравнится насколько у вас он уточнит может быть сравнить с экспериментом вот экспериментом я только у вас он написывается качественно хорошо количество на самом деле у нас к сожалению к сожалению экспериментальных исследований но там в диссертации много достаточно графиков вот этот экспериментальных исследований в области ООСа было не очень много и все закончилось эксперименты в силу недостаточности финансирования ну вот посмотрели чисто принципиально что все работает с физической точки зрения все работает и как бы немножко приостановились и все исследования перешли в область магнитов умолит но сейчас происходит ренессанс с лапом с тем что это самое я бы посоветовал вам взять все доступные эксперименты которые вы сможете приложить и сравнить с другими моделями для области чтобы показать насколько у вас значат более сочные более качественные результаты хорошо это просто надо чуть-чуть в этом доклад 30 минут у нас 30 30 минут и все не ложишься тогда вы не очень удачно выбрали то, что показывает потому что то, что надо показать я не показал смотрите у меня точнее а вы просто натертой показали да да дальше у меня очень смутила ваша фраза когда вы здесь говорили про главу 2 что корректность подтверждается общепринятыми исходами равны у вас эта фраза по творчеству все первые два понимаете они либо общеприняты либо они новые подходы общепринятые но результаты получены новые то есть вот на самом деле вот на нашу систему вот эту вот в живое имя количество ссылок потому что вот она действительно все последующие как бы модели они ну вот там я добавила второй пучок ну понятно это уже по сравнению с той моделью это физически значит вот принципиально вот это вот ну на нас идет очень большое количество ссылок на эту работу я помню если смешаться в эту дискуссию то мне кажется надо решить два вопроса они в принципе разные нам да вопрос а другое дело вопрос корректности хорошо известный пример когда берутся правильные документы ну например маяки цель для веры оставляют перед них замечательная система у них это решение корректность математическая да идет и вот все-таки наверное говоря про то что у вас все корректно с математическим обновлением вот 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 имитация случайных шумов это ошибки с ним может вы пишете что станет 10-15 садитесь что она у вас подсчитывает с точностью если вы взяли шаг в сетке 1-10 нет у меня шаг в сетке например я проверяла там это самое понимаете есть процедура контроля точности это называется многосеточный расчет по методу учатся и пока вы его не показали нельзя говорить что у вас конкретное количество у вас фактическая погрешность 10-15 это не значит что у вас используются все разряды ваших чисел это первое второе если у вас вот эта ошибка допустим уже 10-15 значит у вас просто очень условная задача у вас ошибки округления внесенные в правую часть съели 12-15 решений это схемный эффект или это по делу сама модель это значит не схемный эффект я проверяла то есть вычислениями как бы с разными шагами здесь что самое главное что основное свойство политических систем то небольшое изменение начальных данных не приводит к принципиальному изменению решений то начинается расходимость между различными траекториями и собственно что было проверено эти показатели были посчитаны где режим периодический не классический показатели лепунова лепунова такие как должны быть меньше единиц там где в 15 подвижность подвижность то показатели лепунова больше единицы все совершенно четко как прописаны вот это вот вся саратовская школа я говорила там у них целая плеяда учеников да вот они сейчас есть работы то есть как они исследуют хаос в УЗВ здесь проведено фактически то же самое но поскольку объемные лазерные ну в вашей работе или с точки зрения корисеев или с того наверное с точки зрения создателем Владимиром Дрековичем которые идут на работы посвященные Олсес там ну в этом случае вам стоит диссертация это все же там проектов проектов там что-то есть знаете здесь аппаратная выжимка я просто читал записываю для себя а здесь я могу вам сказать я буду очень благодарна замечательно спасибо большое пакет дальше если подумать у вас нет сравнения с другими пакетами это тот же самый аппарат который очень подробно описан которая описана физика математика и мы даже пытались по поручению Владимира Григорьевича договориться с ним закупить его аппарат но он был в такие деньги что мы к сожалению импульсия тот же самый CST можно достать при помощи параллельного импульса соответственно вот соответственно проверить на нем проблем может быть не на карате на каком-то другом но обязательно если вы декларируете что у вас новые честные методы его надо сопоставить даже если это не шаг дальше вопрос который он скажет был общий почему не рядом с тем оказался потому что вот коэффициент из комплекса ну вот по крайней мере по крайней мере попробовали ну можно проверить то есть перед а когда вы делаете расщепление по переменам неустойчиво она компенсируется на двумерная реалитация с расщеплением она безусловна смотрите вот это компоненты посмотрю вот где вот комплекс да то есть я на самом деле сталкивалась ну вот я в диссертации проверены там выписаны все да 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 там буквально вот и значит вот это вот многокомпонентный метод это как бы идея ну как бы ну вот вводится дополнительная компонент с одной стороны казалось бы это ну вот лишний счет вот эта задача двумерная да 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 вот это вот вот я считаю пара панжета потом ппху это самое это куда это неустойчивость которая накладывает у вас условия вот схеме переменных направлений она компенсируется она компенсируется за счет косимпатического да у вас меньше если у вас каждый направлений условно устойчиво я не понимаю как у вас общая система сейчас вероятно здесь надо было еще Я поняла, чего здесь хватает, я добавлю, я все поняла, я добавлю сюда, здесь не написано. Если вы собираетесь, вам надо осуществить, почему именно они не какие-то, потому что подходы для решения многомерных сравнений, в последние 20, даже 30, думаю, очень много. Вот, например, для параболизации, которая приводит к калитру, ситуация, статья в дании, потом моделирование, она безусловно устойчива, она без проблем расщепляет и твументы, и твументы и твументы, и твументы, и твументы, и твументы, и твументы, и твументы. Любое число из них. Ну, на самом деле, вот этот подход тянется из моей кандидатской дезинфляции. Но при этом вы ее не берете, эти результаты, и у вас фактически отсутствует номер. нет, там было сделано для чисто гипераполического случая. Здесь перенесено вот на такой случай, который вот рассмотрен, да? это не местности. То есть, вопрос новизны. У вас моделирование, у вас математические модели, численные методы. Я понимаю, что вы имеете в виду, что у вас не цепмерный пост полной модели, а отчах и стучи, но это упрощение в том, что у вас не цепляет. В частности объемного, то есть, здесь два принципиально разных типа полосы исследуются. поверхностные, это вот в этой части, да, координаты з, и схема, это самое, вот та статья в ЖВМе, в 2005 году, и дальше, и дальше, соответственно, я разрабатываю вот этот свой код, он очень быстро работает, он не требует моделирования, решения там уравнения Максвелла, полных и так далее, что это очень в части счета, это очень тяжело, да, по времени. как бы эти самые, ну, когда дело заходит до моделирования сложных, сложных экспериментов, то нужно вот и драгоценные предрасчетов предпредварительных быстрого выбора параметров, да. в части программных кодов я встречала вот именно и хоум-мейт-коды, и экспресс-коды и так далее. Да, сейчас вижу. Может быть. Если вы рассуждаете про трудоемкость, то извольте предъявить либо количественно, сколько дейших терапевтических, либо, ну, просто оценка времени, понимаете, поэтому сколько часов это считается? Да. Даже от того как в чек написано. Грамма. Поэтому… Хорошо, может, но экспресс-моделирование… Уж положение не существует, я выточнил. Хорошо, я подумаю в эту сторону, спасибо. Это периодически или два физических процесса. Да нет, существует очень много методов. Матричные методы, метод сверных волн, он шерцевал, он с низкими милимами. И почему бы просто… Вактория упоминает метод частиц и методы типа пятифильзи. А этих методов, для сдачи электродинамики вашей постановки, очень сложно. Обмолвится, почему именно так, и почему именно такое? Все остальные, возможно, подходят. Понимаете, можно одну и другую. Школа Брыжевского, здесь вот эти вот все, как бы для них, для… Когда я поступала в нашем институте, для… Не знаю, там получается пороги генерации, откуда там… Все-все-все-все идет. Это как бы достаточно естественно. Здесь вот в этой науке… Я докторскую, потому что я уже прошла зачитать. И здесь я продолжаю вот все то же самое, что было. Там начало… Там были… Там… Задачи ременовской депракции решались. Ну, не важно что. Ну, вот… Как бы подход… Подход вот в этой науке… В принципе… Решение ищем в том виде, в каком вот мы ищем. Ну, это, я бы сказала, достаточно общепринятое. Ну, вот в этой… Я не пытаюсь… Я подумал, что как бы в этой части, как аргументировано, а вам нужна более… Еще один вопрос тоже касается уравнения массы. Средства ставят условия, не приезжают специальником 1-1. Где-то 1-1. Здесь, где-то 7-1. Выходят… А вот численно нет. Какой-то канал. И это… Граничные условия… На границах раздела свет граничные условия записываются точку. По саму схему… Граница. Там, левая… Допустим, проходящая волна начинается от левой границы, распространяется к правой… Дефрагируем она от правой к левой, гранично условно. Если решение исхода задачи достаточно гладко, то при дальнейшем границ от тела она не является гладким. Поле преланное. Уже хотя бы это. Поле гладкое. На границе раздела у вас будет преланное. Это требует специальных телодвижений, когда вы записываете ракостную схему. Потому что дифференциальное уравнение на границе раздела писать нельзя. А это. Записывать с интегральным уравнением максимум, что тоже учитывается. И что-то с самым сложным режимом. Иначе можно. Пишите. Аплитуда. А с какой точки зрения? С временной медленной части или по пространству? И по времени, и по пространству, потому что вторые производные. И то, и другое. Вот гранит разделан. Вот у вас падает одно поле. Вот у него вот такая тангенциальная компонента, вот такая нормальная компонента. Я не очень точно. Если вы пишете для амплитуды. Как же вы тогда применяете метод мельчих амплитудов? Выносятся волновые векторы. Ну, то есть вот у меня... Это можно было бы... Тогда у вас декор направленный... Амплитуды. ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...